Вся правда шансона Шансон ТВ Здравствуйте, с вами Катя Катушкина и Вся правда шансона Вся правда шансона Раньше люди ловили рыбу и бабочек, а теперь ловят покемонов Модное мобильное приложение Pokemon Go позволяет охотиться на мультяшных персонажей, которые рассредоточены по всей планете Мир сошел с ума Один парень из Новой Зеландии даже бросил работу для того, чтобы поймать всех покемонов в свой гаджет Я думаю, что всех вот этих вот ловцов покемонов надо отправить в деревню на картошку, чтобы всю дури с головы выбить И вообще, давайте закроем эту тему Я вам лучше расскажу про наших сентябрьских именинников Вся правда шансона 13 сентября отмечает день рождения народный артист России Певец, творчество которого я лично горячо и искренне люблю Александр Розенбаум Музыкант, поэт, полковник медицинской службы запаса, актер, писатель Феноменальная личность О том, сколько этот человек сделал для музыкального настоящего нашей страны, рассказывать можно долго 32 альбома искренних мужских песен Концерты в горячих точках Активная социальная деятельность Сборники стихов опять же Розенбаум очень любит свой родной Петербург Именно он добился того, чтобы убрали рекламные баннеры с Невского Которые закрывали вида на легендарную адмиралтейскую иглу А еще благодаря стараниям Розенбаума Вход в летний сад вновь стал бесплатным Песни Розенбаума – это не только красивая лирика и честная мужская музыка Песни Розенбаума – это прививка настоящего искусства современному обществу Александр Яковлевич, с днем рождения! Было время, были силы, так уже не то Годы волосы скосили, вытерли мое пальто Жил один еврей, так он сказал, что все проходит Для меня счастье все-таки оно событийно Чем больше таких событийных счастей Простите за русский язык Тем лучше Вся правда шансона 15 сентября мы вспоминаем легендарного поэта-песенника Михаила Танича Михаил Исаевич – человек с непростой и интересной судьбой Которая отражена в его стихах и песнях Народный артист Российской Федерации прошел Великую Отечественную войну Шесть лет провел на Лесоповале Встретил любовь всей своей жизни и стал великим поэтом современности Песни на стихи Тани Чепелии поют Алла Пугачева, Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Любовь Успенская, Лариса Долина и еще многие-многие именитые артисты Он писал с любовью к стране, к любовью к людям. Он писал с любовью в конце концов к нам, к артистам. Мы пели и продолжаем петь и будем их петь с благодарностью, каждый раз выходя на сцену. Песни Танича продолжают жить после его ухода. И скажу даже более того, появляются новые композиции на стихи Михаила Исаевича, которых он написал великое множество. Мы не выпрашиваем аплодисменты у зрительного зала. Мы весело поем наши грустные песни и очень притворяемся жуликами, в то время как все другие притворяются честными людьми. А белый лебедь на пруду качает павшую звезду на том пруду, куда тебя я приведу. Песни Танича, так любимые народом, жили и будут жить. А это значит, что все было не зря. Если с другом вышел путь, если с другом вышел путь, веселей дорога. Без друзей меня чуть-чуть, без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много. Вся правда шансона. 19 сентября поэт, певец и композитор Влад Забелин принимает поздравления и подарки. Первую песню он написал в 15 лет. Среди жанровой музыки поклонники выделяют его дуэтный альбом с Александром Булдаковым, особенности национального шансона. Талант Забелина оценила даже сама Алла Пугачева, которая взяла в свой репертуар его песню «Дай нам Боже». Дай нам Боже, чуть побольше, счастья и любви. И друзей хороших тоже, чтобы не подвели. Мы поздравляем Влада Забелина с днем рождения. Но глаза твои и губы целовать во сне я буду, не забуду, не забуду никогда. Вся правда шансона. Чтобы не пропустить день рождения любимого артиста, смотрите электронный календарь olddates.ru. С вами была Катя Катушкина и Вся правда шансона. Слушайте хорошую музыку. Поздравляйте любимых артистов Шансон ТВ с днем рождения. До скорого! Вся правда шансона.